Поздравления от почетных гостей и яркие выступления артистов на сцене культурно-досугого центра в Успенском. Сегодня здесь настоящий праздник. Теперь учреждение гордо носит почетное имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В прошлом году решением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева 14 сентября прислоено этому Дому культуры звание народного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Согласие на присвоение имени было дано лично вдовой артиста Нелли Кобзон. Важен и тот факт, что Иосиф Давыдович являлся жителем Одинцовского округа. Он бы сейчас, когда все бы увидел, что сегодня происходит, он бы был рад, он бы был счастлив. И для меня тоже большая очень честь, что назвали именем моего мужа такое потрясающее, прекрасное учреждение. В культурно-досуговом центре находится масштабное понос с изображением певца, созданное из его архивных фотографий. Также здесь работает выставка, посвященная жизни и творчеству легенды исполнительского искусства. Часть экспонатов лично передала Нелли Кобзон. Кроме того, учреждение культуры является современным центром, где есть концертный зал и даже студия звукозаписи. У нас грандиозные планы, у нас роскошное совершенно учреждение культуры. Здесь 17 бесплатных формирований всех видов и оттенков. Здесь 11 платных формирований. Здесь постоянно проходят выставки, концерты, презентации, детские утренники, праздники, выставки художников, ведущих. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В торжественном мероприятии в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» приняли участие представители Одинцовского отделения «Единой России». Мы хотим, чтобы Иосиф Давыдович Кобзон звучал у нас на территории села Успенского и украшая своим творчеством вот такими нашими коллективами. И мы всегда знали, что он всегда с нами. За оказанную учреждению культуры возможность носить имя знаменитого артиста Татьяна Одинцова вручила Нелли Кобзон благодарность от главы муниципалитета и окружного совета депутатов, пообещав, что культурно-досуговый центр будет хранить память о творчестве Иосифа Кобзона. Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.